Для многих, кто родился в 90-х или раньше, сериал «Дальнобойщики» обладает особым культовым статусом, помноженным на силу ностальгии. Но если брать в общем, это особая субкультура людей, которые большую часть своего времени проводят за рулем автомобиля, как-то слабо освещается в современной поп-культуре. Да и в советские времена фильмов про дальнобойщиков я что-то не припомню. Сейчас же мало детей в школах мечтают о том, чтобы стать дальнобойщиками. Тем не менее, во времена СССР они были особой кастой, особенно те, кто ездил за рубеж. Понятное дело, что тогда больше мечтали стать космонавтами или врачами, но если ты дальнобойщик, особенно международник, это всегда вызывало особое почтение и уважение. Все тайны и секреты советских дальнобойщиков эксклюзивно сегодня и только для тебя на канале History Show. Меня все еще зовут Семен. Начинаем! Немного общей информации о советских дальнобойщиках. Работа дальнобойщиком на внутрисоветском пространстве, а точнее требования к ней, не отличались особенным, так сказать, изыском. У тебя должен был быть водительский опыт не менее трех лет, отсутствие вредных привычек или хотя бы умение на определенный промежуток времени, так сказать, забыть о них. И, конечно же, исполнительность и пунктуальность. А вот дальнобойщики-международники проходили особую проверку. Международными рейсами в СССР занималась компания, а точнее предприятие Soft TransAuto, которое, кроме того, что было монополистом на международные перевозки в Союзе, так оно еще находилось под полным контролем КГБ. Это и неудивительно. Нужно было убедиться, что кандидат, как только окажется в, так сказать, вражеской капиталистической стране, не свалит куда подальше. Поэтому шоферу, который хотел устроиться в Soft TransAuto, нужно было пройти не только жесткие критерии отбора, но еще доказать свою благонадежность и верность советским идеалам и прочему из этой оперы. Помимо этого, кандидат должен был обязательно иметь жену, жену и парочку детишек, ну хотя бы одного. На первый взгляд требования немного странные, но если копнуть глубже, все становится понятно. Женатый человек, семейный человек гораздо маловероятнее решит не возвращаться в СССР, а остаться за рубежом. Известно, что немало таких вот подобных беглецов, далеко не только дальнобойщиков, возвращали домой именно давя на их семейные чувства. Если водитель показывал себя благонадежным, а после проверки КГБ у него не оказывалось никаких, так сказать, ненадежных родственников, типа заключенных или диссидентов, капец, конечно, контроль тогда был, то тогда его допускали к своего рода экзаменам. Помимо того, что он должен был обладать не менее чем пятилетним рабочим стажем, потенциальный дальнобойщик-международник должен был владеть английским на разговорном уровне, шарить в транспортном законодательстве других стран, ну и, конечно, иметь хорошие рекомендации с предыдущего места работы. Короче, такой шофер должен был быть чуть ли не каким-то сверхчеловеком, чтобы иметь возможность ехать за рубеж для работы. А потом еще некоторые люди обижаются, почему это СССР называют тюрьмой народов. После длительной стажировки, которая длилась не менее года, дальнобойщика наконец-то пускали за руль, но пока что только на внутренние рейсы. Потом на рейсы в ближние зарубежья, в так называемые страны соцлагеря. И только потом, наконец-то, советский дальнобойщик мог попасть на рейсы в дальние зарубежья или же просто капиталистические страны. Серьезно, такое ощущение, что в Советском Союзе было проще стать космонавтом или сотрудником КГБ, чем советским дальнобойщиком. Зато потом он становился самой настоящей рабочей элитой, с которой все обычные граждане хотели завести знакомство, а многие завидовали тому уровню жизни, которым могла обеспечить такая работа. Впрочем, все дальнобойщики в СССР заколачили хорошие деньги, но об этом немного позже. Как выглядели советские дальнобойщики? Ну, советские дальнобойщики это вам не наложницы султана какие-то. Требования к внешности тут были минимальными. Тут только бы глаза были, чтобы видеть ужас, чтобы слышать рот, чтобы говорить. Все остальное уже дело, как говорится, индивидуальное. К прическе, правда, требования были пожестче. Никаких неформальных причесок. Особенно, если ты дальнобойщик-международник. Сделал и ракет, сразу же вылетел с работы. То же самое касалось пирсинга или еще чего подобного. Татуировки тоже не приветствовались. Особенно, если ты ездишь с рейсами, опять же, за рубеж. В общем, у тебя должна была быть, так сказать, стандартная внешность, без всяких там перегибов в разную сторону. Во что одевались советские дальнобойщики? В общем, тут тоже та же схема. Обычная одежда, да, на свой вкус, но все же обычная. Как у всех, так сказать. Как у людей, без ярких цветов, по крайней мере, каких-то кричащих, как у какого-то попугая или же у радуги. Понятное дело, одежда должна была быть хотя бы минимально чистой и опрятной. Но это если дело касалось дальнобойщиков, которые ездили на внутренних рейсах. Если же дело касалось шофера софтрансавто, там требования были гораздо жестче. Каждый дальнобойщик-международник должен был быть одетым только с иголочки, в идеально выглаженную одежду, на которой не должно было быть ни пятнышка, ни вообще никакого следа неряшливости. Как я уже говорил, водитель софтрансавто должен был быть походу каким-то суперменом, не только в плане навыков и даже родословной, но еще постоянно обладать отменным внешним видом. Но ведь верно, представляет такое огромное государство, целый сверхдержаву с ядерным потенциалом. А иначе-то никак. Где жили советские дальнобойщики? Не, ну понятное дело, что во время свободной от работы они жили дома. Но где же они жили, когда были в рейсе? Ну тут, в принципе, все было как и сейчас. По всем крупным дорогам СССР были сделаны специальные стоянки для фудшоферов, где они могли остановиться, сходить в магазин недалеко, скупиться, пообщаться с другими водителями, поесть, иногда даже искупаться. Спали они в основном в машинах или же искали какую-нибудь гостиницу поблизости. Что ели и пили дальнобойщики? Ели они тоже, что и остальные люди. Правда, это сейчас в современных фурах есть и холодильник, и даже простая кофемашина, а иногда еще что покруче. А вот раньше со всем этим было проще, особенно на советском автопроме. В качестве еды выступали такие продукты, как консервы, какая-то медленно портящаяся колбаса, хлеб, какие-то овощи и фрукты на пару дней, фляга воды. В общем, все то, что либо может храниться долгое время, либо то, что ближайшие несколько дней просто-напросто съешь. Если была такая возможность, особенно после того, как дальнобойщик приезжал в точку назначения и сдавал груз, он шел в рестораны или какие-то кафе, где мог наесться от пуза нормальной еды. Иногда, как я уже говорил, дальнобойщики могли собраться кучкой и забабахать шашлыки. В дороге и во время отдыха, кроме воды, также пили чай или же кофе, если была такая возможность. Какой алкоголь пили советские дальнобойщики? Алкоголь и советские дальнобои – тема не совсем простая. С одной стороны, многие из вас наверняка слышали о том, что в СССР был запредельный уровень пьянства. А некоторые из зрителей, возможно, и сами видели это самое запредельное советское пьянство своими глазами. А то и даже брали в нем участие. Поэтому логично предположить, что советские дальнобой, как говорится, могли и умели приложить заворотник. С другой стороны, сами водители утверждают, что да, могли выпить алкоголь, в основном водку. Но все же делали это редко, пили немного, да и немного шоферов пила во время рейса. А если и пили, то обязательно отсыпались. За руль никто пьяным не садился. Верить им или нет – это уже ваше дело. Я же думаю, что все-таки дураков туда не брали. А если и брали, то додолго они там не задерживались. Поэтому и пьяниц либо вышвыривали с работы, либо же они сами оттуда вышвыривались через лобовое стекло, так сказать. Гиена советских дальнобойщиков Наверное, один из главных вопросов о бытии дальнобойщиков – так это где они моются, да и как вообще соблюдать личную гигиену. Это сейчас, конечно, есть куча всяких там придорожных материй с душем или же простых бензозаправок, на которых можно искупаться, так сказать, смыть с тела и души усталость. Но это сейчас, 21 век, седела, высокий уровень жизни и прочее. Но как же выкручились советские дальнобои, которые работали в условиях несоизмеримо хуже, чем их, так сказать, потомки? Как мылись и ходили в туалет советские дальнобойщики? Ну, тогда все было сурово. Чтобы помыться, дальнобойщики часто прибегали к ранним мерам и просто-напросто купались в речках, прудах, озерах, которые встречались по пути. Да уж, звучит экстремально, но все же, когда несколько дней в пути и давно не мылся, то даже такой вариант годится. Ну, за рабочий вариант помыться. Конечно же, если у дальнобоев были варианты помыться в гостинице, то они, естественно, им пользовались. Но такие варианты были редко. Или же могли помочь помыться друг другу, как это показано на фото. С туалетом же все проще. Встал на обочине и пошел в какие-то кусты. Тут даже и думать ничего не надо. Все и так понятно. Как советские дальнобойщики чистили зубы? Ну, тут, как говорится, все очевидно. Брали в качестве емкости для воды бутылку 2 литра, зубную пасту и щетку. Вышли из машины стали рядом на обочине и почистили зубки, чтобы они были здоровые и изо рта не воняло. Или же, если была возможность, чистили зубы в гостиницах. Тут уж как повезет. Как советские дальнобойщики заботились об одежде? Тут речь больше не о том, чтобы одежда не обветшала, а чтобы она элементарно не воняла. Но тут дальнобои брали с собой сменный комплект одежды или несколько, в зависимости от длительности поездки. А при необходимости стирали все в той же речке, в которой купались или в тазике. Да уж, действительно, суровый быт советских дальнобоев. С кем спали дальнобойщики? Ну, анекдоты о ночных бабочках на дорогах и дальнобойщиках, наверное, слышали все. Кто-то реально, так сказать, пользовался их услугами. Кто-то же обрезговал, боясь или заболеваний, или того, что они напаят их клофелином и потом украдут с кабины все, что можно украсть. Кто-то же просто был верен жене и детям. Короче, тут, как говорится, все индивидуально. Как советские дальнобойщики заботились о здоровье? Ну, помимо того, что советские водители должны были регулярно проходить плановые медообследования, так как работа вредная, сидячая, но при этом с постоянным напряжением, дальнобои в обязательном порядке имели с собой богато оснащенную аптечку на все случаи жизни. Причем ее содержимое предназначалось не только для себя, но и для другого. Вдруг дальнобойщик на своем КАМАЗе собьет кого-то или попадет в ДТП, а медикаменты только у него. Были ли у дальнобоев какие-то специальные методички по физупражнениям, чтобы кровь разогнать? Я не знаю, если честно, но наверняка кто-то что-то такое доделал, чтобы не портить здоровье из-за постоянной сидячей работы. Сколько зарабатывали советские дальнобойщики? Ну и, наверное, самое интересное, сколько же денег зарабатывали советские дальнобойщики на своих рейсах? Ну, надо сказать, что по меркам СССР капусты они рубили очень и очень неплохо. Минимально такой вот шофер получал на руки от 500 рублей. И это при средней зарплате в СССР 100-150 рублей. Прямо-таки настоящая рабочая элита. Теперь понимаете, почему простые люди могли завидовать таким водителям? Но это еще не все. В условиях работы на севере страны, где зимой были экстремально низкие температуры, можно было получать 1100 рублей в месяц, что по тем временам было чуть ли небольшим богатством. В странах республика СССР с более мягким климатом можно было получать 600-800 рублей, что также было очень даже много, как для обычного советского человека. Кроме этого, у водителей на внутренних рейсах была постоянная возможность подзаработать на постоянных халтурках и шабашках. В общем, советские дальнобои не бедствовали. И это еще мягко говоря. Ну что, теперь уверен, вы знаете о советских дальнобойщиках столько, будто сами ими были. Как вам тема? Как вам видео? Оставьте свое мнение в комментариях. Оно очень важно для нас, чтобы и дальше создавать качественные, интересные видео. А для тех, кто хочет знать про тех или иных людей другого времени, очень советую подписаться на канал, включить колокольчик, уведомления. И посмотреть вот это видео, как жили наложницы султаны, которые родили ему дочь. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, господа.